На прошедшей неделе в Омске начался суд над теми, кого обвиняют в падении башенного крана на улице Жукова. Трагедия произошла как раз год назад. Упавшая многотонная конструкция раздавила два автомобиля. Погибли четыре человека, трое взрослых и младенец. На скамье подсудимых четыре человека. Учредитель строительной компании, ее директор, мастер участка и рабочий, крановщик. Только он нашел в себе смелость признать вину. Чем объясняют свои действия те, кто, похоже, не хочет отвечать по всей строгости закона. Как год спустя чувствует себя пятилетний малыш, единственный, кто выжил в трагедии, что бабушки рассказывают ему про родителей. А главное, сделаны ли выводы из трагедии и есть ли результаты от массовых проверок, которые были организованы сразу после чрезвычайного происшествия. В квартире погибших Ольга Богданова до сих пор не может сдержать слез. Говорит, дома ей помогает найти силы пятилетний внук. Мальчик в один миг потерял маму, папу и трехмесячного брата. Только через три месяца после трагедии малышу сообщили – они не вернутся, теперь они живут на облачке. Он, естественно, начал искать какие-то способы, как их оттуда. Надо вот большую лестницу взять и достать их. Ну, нет такой лестницы. А мы на самолете полетим, мы же их там можем достать. И на самолете, ну, только совсем они высоко. Ну, объясняем, Боженька их к себе забрал. У него тоже вопросы. А что, Боженька, плохой? Почему он забрал от меня родителей? Родные и друзья вспоминают. Юлия была идеальной мамой и хозяйкой. Никогда не отказывала в помощи. Дмитрий – активный, веселый и тоже очень отзывчивый. Все считали их идеальной парой. Ребеночек родился, тут вот ипотека, да, материнский капитал, вот закрыли бы. Казалось бы, уже полегче, уже можно что-то как-то дать. Ну, вот жить бы, жить. Все рухнуло в один миг. 26 октября 2015 года на улице Жукова семья на машине попала в пробку по дороге домой. В эту минуту на проезжую часть упал строительный кран. Погибли четыре человека – Юлия, Дмитрий, их грудной сын и водитель, стоявшего впереди микроавтобуса. Выжили лишь машинист крана и четырехлетний мальчик. Уже на следующий день Следственный комитет заявил, «Причина – халатные действия сотрудников строительной компании ООО «Жилстрой-Джастфитлайф». Год спустя на скамье подсудимых учредитель компании Виктор Полукаров, гендиректор Константин Семенов, начальник участка Сергей Масленкин и машинист крана Федор Елькин. Вину признал только крановщик. Он знал о неисправности крана, у которого отказала тормозная система, но все равно сел в кабину. Говорит, заставили. Из показаний Елькина следует, что он вынужден был выполнить указания Масленкина, начальника участка, который находился непосредственно на строительном участке, руководил этими работами, так как боялся, что если он откажется, то он будет уволен. Если Елькин на первом заседании был немногословен, то те, кто вины не признают, напротив, блистали красноречием. Так Полукаров заявил, за два месяца до трагедии он был уволен со своей должности конкурсным управляющим. Фактически с 9 октября 2015 года на объекте работала только общество ограниченной ответственностью передвижная механизированная колонна номер 944-300-железобетона, к которой я никогда не имел никакого отношения. Падение этого крана – не единственный подобный случай в Омске. В марте этого года на жилой дом у театра «Галерка», где проводят реконструкцию, также обрушилась тяжелая металлическая конструкция. К счастью, тогда никто не погиб. После октябрьской трагедии многие стройплощадки страны проверили. Оказалось, каждый десятый кран работает с нарушениями. По данным Центра независимых строительных экспертиз, каждый месяц в России происходит как минимум одно падение. Но внимание привлекают только те случаи, в которых пострадали или погибли люди. Как правило, это неправильная эксплуатация, это несоблюдение техник безопасности, это неправильные расчеты на проект производства работ по кранам. То есть, если видите двигающийся кран, то, возможно, стоит лучше перейти дорогу, пройти где-нибудь в другом месте, чем рядом с ним. Границы опасной зоны вокруг крана установлены законом. Они рассчитаны так, чтобы уберечь людей от возможного падения или отлета груза, который поднимает кран. Падение самой подъемной конструкции на жилые дома, проезжую часть или пешеходную зону нормы не предусматривают. Ведь считается, что краны падать не должны. Екатерина Хлемязева, Евгений Слепов, Евгений Русенко, Константин Демиденко. Омск. Здесь.